В рамках передачи «Культурная эволюция» предлагаем вашему вниманию видеоурок руководителя «Кружка шахматы» Дома культуры «Горизонт» поселка Римаш Николая Александровича Токарева. Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим о сложных ходах, которые я специально сначала не стал вам о них рассказывать, чтобы у вас не получилась каша в голове. Но сегодня, когда вы уже знаете, что такое шахмат, что такое пад, когда вы уже сыграли, я надеюсь, вы уже сыграли тренировочные партии со своими друзьями или родственниками, я думаю, вы уже готовы узнать дальше. Итак, сегодня я хочу поговорить с вами о короле. Наверное, вы уже поняли, что эту фигуру, свою фигуру, желательно прятать и прятать ее от чужих фигур подальше. И вот для того, чтобы быстро спрятать своего короля в безопасное место, а безопасное место – это где-нибудь в уголке, придумали особый ход. Мы его с вами сегодня выучим. Он называется рокировка. Рокировка – это ход короля и ладьи. Для того, чтобы была возможность быстро убрать короля в безопасное место, необходимо, чтобы фигуры, которые у вас сбоку от короля находятся, вышли в игру. Это слон. Посмотрите, куда движется мой слон. И конь. Конь вышел буквой «Г», прыг, скок в сторону. Он занял центральное поле и готов скакать дальше. Но в первую очередь нам необходимо подумать о нашем короле. Я напоминаю и очень настоятельно рекомендую не забывать об этом важном ходе. Ваш король в самом начале партии спрячьте его на край доски. Не пожалеете. Давайте еще раз и медленно. У нас есть король, у нас есть ладья. Между королем и ладьей нет никаких фигур. Но наш король никогда не ходил. Если ваш король сделает ходы, он уже право на рокировку потеряет. То же самое касается вашей ладьи. Смотрите. За один ход можно передвинуть сразу две фигуры. А вы говорите простой ход. Король движется к ладье на два поля. Раз, два. Ладья перепрыгивает через короля. Напоминаю, это все за один ход. И получается вот такая позиция. Запомните положение короля и ладьи после рокировки. Оно выглядит вот так. Еще разочек. Изначальной позиции. Король движется к ладье на два поля. Раз, два. И ладья через него перепрыгивает. Смотрите внимательно, для чего мы это сделали. А вот как чужим фигурам нападать на нашего короля? Вот они вышли. Находятся здесь. Ладья хочет напасть. Может быть, хочет напасть ферзь. Но они же не могут нам. У нас здесь есть пешки, которые защищают нашего короля от атаки с фронта. Дальше. У нас есть ладья, которая защитит нашего короля, если чужие фигуры попробуют пробраться сбоку. Ладья защитит. Также находится конь, который также защищает. Мало того, что он готов идти вперед, он готов, если надо, защитить нашего короля. Он также прикрывает нашего короля от всех возможных неприятностей. Представим себе, что мы не сделали рокировку, и наш король остался в центре доски. Покажу это на примере черного короля. Фигуры ушли от нашего короля. Король остался в центре. Вот фигуры куда-то ушли. На этого короля проще напасть. Наш король в позиции рокировки был закрыт. А на этого короля легко напасть. Здесь король раскрыт. К нему проще подобраться. Не знаю, ферзем пробраться вот на это поле. С ломом пробраться вот на это поле. И уже будет много неприятностей. Это я вам только самые простые примеры показал. На самом деле, чем лучше защищен ваш король в начале партии, тем безопаснее вам будет играть партию. Не забывайте об этом. Теперь, рокировку можно делать не только в короткую сторону. Ее можно делать также в длинную сторону. Для этого надо, чтобы фигуры между королем и ладьей вышли в игру. Вышел в игру слон, конь и должен выйти также и ферзь. Теперь, когда между королем и ладьей не остались фигур, мы делаем рокировку. Король идет к ладье на два поля. Обратите внимание, точно так же, как в короткую сторону, на два поля. Ладья перепрыгивает через короля. Вот в таком положении оказываются король и ладья после длинной рокировки. Запомнили? И теперь расскажу вам дополнительные правила рокировки. Итак, не забываем, что рокировать можно только с ладьей, если король не ходил и ладья это не ходила. Дальше. Есть правило, запрещающее делать рокировку, когда на вашего короля нападают. Помните, это называется словом шах. В данном случае черный слон пришел. Что он делает? Он нападает на нашего короля. Он делает шах. Вот в этот момент рокировку делать нельзя. Но можно сделать по-другому. Поэтому мы можем защититься от шаха. Обратите внимание, как гармонично стоят наши пешечки. Пешка пошла вперед на одно поле. И она наискосок нападает на слона. Во-первых, мы загородились от нападения. Пешка нападает на слона. А пешка, которая стоит рядышком, она помогает своей подружке наискосок, защищая ее на тот случай, если черный слон вздумает ее съесть. Это будет только хуже этому самому слону. Итак, если вы хотите рокировать длинную, ну, хотите рокировать, но на вашего короля напали, необходимо сначала защититься от нападения, пусть слон уйдет, и только после этого делать рокировку. Следующее ограничение. Представим себе, что черный ферзь вышел и находится вот на этом поле. Теперь, в случае рокировки, наш король, вот он идет на два поля, оказывается под ударом черного ферзя. Вы уже, наверное, поняли, под шаг ходить нельзя. Ну и, наконец, довольно сложный случай. Ферзь стоит на поле d5. Обратите внимание, черный ферзь контролирует поле d1, нижнее, вот это поле. Теперь, когда король захочет сделать рокировку в длинную сторону, считается, что король во время движения к своей ладье проходит, он побывал вот на этом поле. А на этом поле ему нельзя побывать, потому что оно пробивается. Через шаг, через битое поле рокировку также делать нельзя. Этот ход запрещен, потому что король во время движения к ладье прошел через битое поле. Запомнили? Рокировку нельзя делать когда вам шаг, нельзя рокировку делать под шаг, и нельзя проходить через битое поле. То есть вот эти три поля, на котором король стоит Е1, Д1, С1, должны быть свободным от нападения. Вот и все, что мы должны знать о рокировке. Продолжение следует...